привет всем телевидение чистота продолжает холистический эфир посмотрим куда у нас привезет но сегодня он привел нас привел к нам музыканта поэта певца артиста гришу ванюшкина аплодисменты аплодировали гриш давай начнем с песни давай давай с песня сразу и потом уже мы поговорим поздно ветер в грудь меня толкнул и там где было больно он все залечил пусто он забрал все у меня мне стало так легко и я тебя простил небо ночью накрылся снег на свободу отпущены отдыхает на волне ялта затихла задумалась к морю спустились все улицы море знает все о ней красота красота ее от бога равнодушно к нам и строго и лишь морю одному принадлежит странно садиться в катер старый года море видит все и обо всем молчу грустно он уплывает навсегда и лишь маяк ночной мигнет ему в ночи небо ночью накрылся снег на свободу отпущены отдыхает на волне ялта затихла задумалась к морю спустились все улицы море знает все о ней тихо слышно как снежинки ударяются а гальку время замерло случился новый год начало ты с моей любимой песни своей с этой песни я знаю связано очень классная история мне бы хотел что ты еще рассказал потому что история действительно просто прям очень вкусно но мне было 20 лет я работал в киеве в одной попсовой студии и писал для них песни и моя мама она музыкант и моя бабушка она тоже музыкант и вот я приехал из киева домой в симферополь и мама говорит я написал для тебя две песни но это был редкий случай потому что никогда раньше нам ничего такого не говорила и я говорю ну сыграй она мне сыграла их вот эту песню сыграла еще одно и игры мама я был такой крутой перец игр мама классные песни но не коммерческие ну и так мы разошлись и на следующий день я гормам слушать им не дашь текст а она так на меня смотрит и говорит а я все выбросила и вот прошло лет восемь и игру мам слушай я вдохновился гоголем который спрашивал своей мамой истории про деревню граммам ну пришли что-нибудь на там есть диктофонные записи они же где-то там были у тебя игр где она мне прислала и я их сделать и песни спустя время ну и уже было понятно что не очень классно да есть в этом треке что такое знаешь из старых времен старой школы мне кажется который прямо мама закончила консерваторию да да особенность мелодии которая такая прям течет вообще бесконечная кажется очень классно прям в лучших традициях как волна да 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 как ялта и такое прямо ощущение ностальгии от этой песни очень круто просто меня каждый раз прям знаешь вот когда кому-то хочу показать рассказать про тебя все время ставлю эту песню называется новый год в ялте пожалуйста послушайте посмотрите супер спасибо маме да да вот а так в принципе гриша чтобы чтобы люди вообще знали понимали гриша вообще в принципе как сказать прибился к нам на студию можно такое слово употребить то есть просто человек как бы сказал мне нужно время понимаете на студии мне нужно творить и мы такие бен бери время сколько хочешь возьми возьми все и все и он стал просто еженочно приходите что-то тут делать и постоянно там приходишь в 11 утра и гриши с кофе там с чаем такой я вот закончилась водича сейчас еще минуточку тип вот так и есть да да это фанатизм музыкальный вообще я его жестко котирует это эти вещи вообще обожаю людей которые настолько фанатично преданны что у нас такое тут нет 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 вот и давай может быть давай еще какую-нибудь письмо давай давай зал на тысячу тысяч мест льется сцены река уношу я с голгоф и крест моя наша легка и не вам провожать меня не вам не вам путь в снегу среди белого дня по широким холмам по широким холмам бустым среди белого дня и не ты не ты не ты будешь возле меня не ходи же мне вслед смотреть даль слезами дробя все что будет со мной не коснется тебя по снегам голубых долин по высокому льду мимо горных широких спин вдоль беды я иду вдоль беды вдоль большой воды вдоль чужого огня и не ты и не ты будешь возле меня день на тысячу тысяч лет день на тысячу стран надо мной сомкнется свет как осенний туман не ходи же мне вслед смотри дали слезами дробя все что будет со мной впредь не коснется кайфа тоже мама дам тоже мама удобно заходить слушай скажи за счет а вот и тебе в руки проще песни писать когда тебе плохо или когда ты хорошо одинако это не имеет отношения то есть ты просто постоянно подключен к потоку да но нет на самом деле я выбираю момент когда понимаешь мне ничего не будет отвлекать и вот вот она и захожу туда то есть но зайти ты можешь любой момент ну да и то есть ты как бы реально можешь вот просто в любой момент когда есть тишина и там инструмент сел и такой прям подключился и стал писать песню вообще за пять минут за пять минут можешь есть какая-то песня может быть которую ты быстрее всего и сочинил вот я буквально недавно зачинил пожалуйста за пять минут и я сидел за в тишине и подумал вот она едем-едем-едем-едем вечер одевай свое платье и пойдем по проспектам я буду в халате вечер накачаем колеса на велосипедах зимой словно метам вечер я поеду к ребятам и аккорды нити и возможно что спят они вечер мы знакомы так долго ты мог бы помочь мне вечер я хочу и вечер я хочу и вечер я хочу и Вечный вечер, мы знакомы так долго, Ты, пожалуй, что знаешь все мои подколки. Жить! Я хочу жить! Жить! Я хочу жить! Жить! Я хочу жить! Браво! Спасибо! Слушай, пока ты играл, мне пришло сообщение от одной очень классной девушки-продюсера, я бы так сказал, возможно, даже не просто продюсера, которая так или иначе связана с видео, и она говорит, я хочу ему снять клип. Отлично! Я так и сказал, прям так и написал. Отлично! У нас как раз есть... У нее фамилия Ригель Бош. Представляешь себе, какой клип она может снять? Это будет круче, чем Рамштайн, да? Ты бы хотел снять такой клип? Вообще, что ты думаешь? Вот давай, клип Рамштайна, кстати, отличная тема. Ну-ка вот, что ты вообще думаешь? Я думаю, что это прям кинематограф. Оху! Ты про какой клип? Про последний, который они снимают. Где порно? Ну, и в том числе, естественно. То есть, ты способен понять такую эстетику? Просто так ты выглядишь, знаешь, как серебряный, такой весь хрустальный. А тут раз, и порно в клипе, и это ох для тебя. Ну, дело в том, что я смотрю на это как на то, работает это или нет. На меня это работает. Ну, то есть тебя цепанул как бы. Да. Ты готов был на какой-нибудь из своих песен снять подобный клип? Я готов всегда. Так, я надеюсь, Боб Рок сейчас услышит нас в эфире. Ой, не Боб Рок, а как же его зовут? Джек, Джек, Джек Рок. Нет. А, ладно. Порно-режиссер питерский. Ну, в общем, да. Слушай, а есть у тебя, может быть, какой-нибудь... Вот ты сейчас один и фортепиано. У тебя есть любимый инструмент? Фортепиано? Фортепиано. А вот тебе прикольнее вот одному, или тебе класснее в банде играть? В банде веселее. В банде веселее. А есть состав твоей мечты? Кто бы ты хотел вообще, чтобы... Конечно, есть. Ну, давай. А я хочу, чтобы Том Йорк у меня был на бэк-вокале. Губа не дура, я тебе хочу сказать. Ты написал ему уже? Я ему написал. Он написал, подожди, пока я в бункере. Давай, ладно. Том Йорк на бэк-вокале. Кто еще там у тебя? Господи. Ёлка, чтобы на басу играла. Это правильный вариант. Да. Если у нее чувство грубо чувствуется. Да, да. Вот. Вот. И? И на барабанах пускай будет King of Kong, кто это там был. Угу. Да. Все, понятно. И у тебя сразу... И ты представляешь себе вот прям электрически... А у тебя вот в твоей голове твои песни с фоно переложены как бы для группы? Вот они уже звучат? Когда я пишу, у меня все звучит как бы очень много всего. И меня всегда поражает этот момент, что есть такие люди, которые совершенно точно это снимают. То есть ты играешь просто на чем-то на одном, и они говорят, вау, ну как бы я слышу все, что ты имеешь в виду. А ты слышишь все как бы? Да. Я все, да. Я все слышу. Для тебя... Для тебя музыка вообще является загадкой, скажи. А, да. Это не загадка. Это... Мой бог. Это понятно. Там элементы поклонения и прочее. А вот... Но ты разгадал как бы. Я так понимаю, что ты даже не то что разгадал, ты просто вот это вот свое подключение используешь, и как бы тебя... Нет вопросов вообще. Откуда музыка? Что это такое? Откуда берется все это? Нет, нету. Нет вопросов. Просто ты принял этот факт как... Да. Отлично. Ну давай тогда еще какую-нибудь песню. Скажи, зачем мелькают дни, когда они закончатся должны? Скажи, наверное, за тем, что линии нет, движенья след несут они. Множество дней, ангел над ней. Множество дней, небо видней. И знаешь, облако ночей, в которых все же веселей. Держать в горящем сердце знак, Бесстрашие делать все не так. Множество дней, ангел над ней. Множество дней, небо видней. Небо видней. Небо видней. Небо видней. Небо видней. Небо видней. Гриша, ты умница. Короче, Гриша, слушай, это прямо смешно, но пока ты пел, я переписывал, я получил сообщение от этой девушки, что клип Линдемана тоже она сняла. Ты понял. Вот мы с тобой поговорили, я не уверен, что она снимала это как режиссер, скорее как продюсер, я не знаю, но суть в том, что вот такая вот связь и наше холистическое как бы путешествие, оно вот, оказывается, к чему может привести. И она просит еще, чтобы ты, она, я сказал, что я тебе скажу про клип, а она такая мне написала, что мне кажется, он об этом забудет. И я тебе хочу сказать, что это явно тебе об этом не надо забывать, а надо попытаться это все продавить. Я могу только делать вид, что я забыл. Нет, не надо делать вид даже. Требуй, требуй. Алкай и будет тебя. Слушай, вот мы тут сейчас поговорили, и ты бы как вообще отнес свой жанр, ты бы как назвал, что это такое вообще? Бардовская песня. Бардовская песня, ну в принципе, почему не романс? Романс, не, но романс немножко не мой жанр. Вот я отправил. Ну-ка давай, в чем разница между вот бардовской песней и романсом? Ну я шучу, просто мой брат пару лет назад мне сказал, ну ты бард. Я говорю, ты сам бард. Ебаный добавил он, да? Ну ты бард. Ну ладно. Ну короче... Он не ругается. Сколько лет ему? Ему 43. А, ну, значит он хорошую жизнь прожил, воспитанную, раз он не ругается. Ну, по крайней мере на меня. Наверное. Слушай, ну, скажи, пожалуйста, вот сколько стоит заказать у тебя песню? Вот если я хочу, чтобы ты написал мне песню, а я потом... Не ты, не мне, не мне... 200 долларов. Тысяч долларов хотел сказать, Гриша. Нет. Ты что в эфире такие цифры произносить? А смешно, да. Смешно, 200 долларов. Ну, в общем, 200 долларов мы запикаем потом. Конечно, да. 200 долларов стоит заказать у тебя песню. Легко расстаешься с песнями, которые написал? Да. То есть просто можешь... Выплёвываешь песни. Да я просто даже писать ничего не буду, я так в бардачок залезу, достану. А сколько... Есть тысяча песен? Нет. Тысяча песен? Познавура было за всю жизнь полторы тысячи. Ну, мне кажется, ты тоже плодовитый как бы, может быть. Да, но нету. Слушай, а есть у тебя музыкальный кумир, который сопровождал бы тебя всю жизнь? И который сейчас, понятно, что в моменте могут нравиться разные жанры, стили и так далее, но какой-то такой человек, который вот прям красные линии проходит сквозь всю твою жизнь, вот с музыкальной точки зрения? Ну, это хороший вопрос. Дело в том, что моя мама, она играет очень много классической музыки, играла мне всю жизнь, и я не могу сказать, что я прям слушаю эту классику как бы там часто, но когда совсем трудно и совсем тяжко, и ты можешь вспомнить что-то, что связано с этим моментом из классической музыки. Вот последний раз у меня так было этим летом, когда я был на море, и был такой темный день, и я был совершенно один, и это вода, и у меня уже совершенно не было никаких эмоциональных сил. И тут я вспомнил, что есть игра воды Мариса Равеля, и я включил ее в наушниках, и это было просто, ну, такое попадание в момент. Спасло? Спасло. А у тебя есть просто музыка, которую ты начинаешь на фортепиано? Да, конечно. Может быть, сыграй просто музыку? Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, наш остался Браво, Гриша! Браво! молодец красавчик вообще слушает прям слушай и вот и ты своему а ты в какой-то каком-то в возрасте понял что тебе ты хочешь сочинять песни или ты просто всегда был с этим ощущением нет я понял то есть вначале было так что я вообще думал что это какой-то просто профанация какая-то музыка в принципе да 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 какого возраста это вот меня учили и где-то в 11 лет я уже играл к лизе бетховена и я уже просто повернулся громом все я больше не могу и она ну я сказал то в 100 раз и она почему-то сказал да окей в этот раз и потом я нашел бабуле гитару лет 14 начала играть на гитаре немножко и бабуля стала меня учить петь она мне горит будешь петь стеньки разина челны выплывали нас и я так где-то неделю с ней пел тихонечко а потом вышел во двор там такие пацаны они сейчас все в тюрьме сидят и я им любые решил сыграть да и я вдруг смотрю бабуля смотрит третьего этажа и я в этот момент понял что я ору на весь двор как бы я понял что в принципе я могу петь а потом уже где-то классе в 10 там 10 до у меня была какая-то первая там зарисовка на английском языке и уже когда был курс первый первый второй я начал писать на русском языке то есть у нас была группа там на английском и писали потом потому что это где все про дело происходит вообще вообще в крыму до крыму то есть и вообще принципе из крыма до искры и а что здесь ты делаешь до тебя сподвигло вообще взять и переехать не с крыма но сюда а у нас там жажда легкой наживы до жажда на жажда слава и денег слава слава деньги деньги или слава давай начать на этот оксимирон или скриптонит деньги или слава деньги и слава деньги то есть на ну правильно да это максималистичный подход хорош хорош на английском языке и пишешь песню бывает но сейчас почти сейчас нет а раньше много писал может быть конечно а а а и а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 А когда луна станет полной, я вернусь невредим. Я вырастил сердце новое, чтобы ты могла. А когда луна станет полной, я вернусь невредим. Я вырастил сердце новое, чтобы ты могла вбить в него клин. Субтитры создавал DimaTorzok Слушай, а тебе вообще нужны люди или тебе проще одному? В жизни? Или в зале? Я придумал такую шутку, что раньше на мои концерты приходили три человека, а теперь не приходит ни один Ну давай начнем с зала, да, тебе нужен зритель в зале? Да Что меняется при зрителе? Чувствуется Ну и что происходит? Что меняется? Чувствуется понятно? Жарко? Сейчас не жарко, мы можем сделать пожарче Или у тебя как-то происходит обмен энергией, или ты начинаешь ходить в роль надевать маски? Я тебе так скажу, когда у меня происходит хороший концерт, и я какое-то время потом чувствую себя так чисто, что грешить не хочется А ты вообще верующий, кстати, человек? Да Ну какой музыкант ты верующий? Ну да, тут какой-то конкретной религии или просто агностика? Все, понятно, вопросов нет, сейчас успел режиссер трансляции схватить кадр как бы, эффектно, понт защитен, понт защитен Слушай, хорошо, а в жизни вот люди? В жизни люди Да, в жизни тоже нужны Ты экстраверт или интроверс? Я экстраверт, но иногда бывает, но мне очень хорошо сейчас одному Но я как бы большую часть времени я провожу, слушая музыку в наушниках, поэтому люди меня отвлекают Они всех что-то хотят, чтобы я снял наушники и перестал слушать Сейчас вышло столько потрясающей музыки Давай, какая? Какая? Вот твой топ-3 рекомендации? Земфира, Аквариум и Аукцион, вот сейчас прям выпустили песни Ну все, да, вообще, действительно, Земфира, Аквариум и Аукцион, как бы, в любом случае стоит послушать по-любому Это же, конечно, все три культовые, да, как бы? Да Хотел бы быть культовым? Ты лично, вот, просто положа руку на сердце, приятно было бы тебе быть культовым? Ну, кто-то как-то да А если бы ради того, чтобы ты был культовым, тебе пришлось бы, сколько тебе сейчас лет? В 30 В 32 пришлось бы помереть от передоза Не, ну вот если бы тебе такой выбор прямо дали бы Нет Не стал бы? Да ну Я лучше повалантаюсь как-то там на подворках еще лет до 60-70 Ну, повалантается, говорит Слушай, а старый себе представляешь свое уже? Да Как она выглядит? Не знаю Ну, ну просто там ты, у моря, это дом у моря, может быть Нет, я бы хотел, а наоборот, как Борис Борисович, активную такую, активную, активную деятельность, чтобы не отвлекаться на ерунду Ерунда это что? Ну, там тоска Тоска, это ерунда Давай, давай еще какую-нибудь песню Легко Легко Ошрашенные смотрели в небо, молчали Старый дом с дымом над крышей Слушай Целовались луною И стояли застывшие Так боялись пугнуть тишину сумасшедшую Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Пальцами Пальцами осторожно держались по воздуху И все, все будет хорошо Как еще Расстрепанные волосы Честные слова Холодная молодость Темнота сумасшедшая Мои песни Твои глаза Такое небо Такое небо А больше ничего и нет Мои песни Твои глаза Такое небо А больше ничего и нет Ничего и нет Молодец Спасибо Красавчик Спасибо Не устаю повторять Не устаю повторять Слушай, скажи, пожалуйста А вот Совсем немного музыки твоей На агрегаторах Всяких Apple Music Там Яндекс Мюзик И так далее Совсем немного релизов То есть относительно того Сколько ты Вконтакте у тебя большая база Там прям много треков В Яндексе В Apple По-моему там чуть ли не один-два альбома Выложим всего лишь Да Это потому что ты как-то Несистемно подходил К выкладыванию своих треков просто Да, потому что там Fresh Tunes Агрегатор мой Ну А Fresh Tunes Он не позволяет там Загружать больше По-моему Десяти песен Или двадцати песен Ну почему ты не перейдешь На другой агрегатор Потому что Fresh Tunes бесплатный агрегатор А-а-а Ну и что там у тебя Я к чему веду Поступали ли у тебя Какие-то предложения Может быть кто-то хотел тебе Приходил и говорил Гриша Классно вообще Музон тебя Давай Вольем Там что-нибудь Сделаем все правильно Выпустим тебя Там бла-бла-бла Какое-то Профессиональное сотрудничество С какими-то Продюсерскими центрами Лейблами и прочее Было у тебя вообще Ну два раза в жизни У меня была такая тема И чего Как фидбэк Первый раз в жизни Да никак Первый раз в жизни Первый раз это было давно И вот как раз тогда Когда я работал в Киеве И Я короче слез с этой темой Я подумал Что у меня еще рано Рано на лейбл Да А сейчас ты готов на лейбл Да Почему? Что изменилось? Ну там была такая ситуация Где я чувствовал Что все это как бы Идет с какой-то подоплекой Не совсем того Чего как бы мне хотелось В чем подоплека? И что бы тебе хотелось? Ну так а что Если ты уж так уже Зарикаешься Давай Ну Значит там сначала Один рулил человек С этим человеком У меня были очень близкие отношения Потом этот человек куда-то исчез И появился другой И вот уже почти все было У меня потом ушел папа В этот момент И мне показалось Что все происходит Не то что нужно Короче Твое личное имитание И никакого Да Первый раз Да А второй раз А второй раз Просто появилась такая девочка Говорит Сейчас мы все сделаем Ну тоже Она как-то выбрала Такой путь Не совсем Короче мы с ней на личном Короче не сошлись Тоже Ну женщина Женщина И в тот раз И в этот раз Это все были женщины Женщина Роковую роль В твоей жизни Какую роль играет? Роковую Роковую спрашиваешь? Роковую Роковую Рок and roll And roll Я сломал и покатил Да Сломал и покатил Но женщина Это муза для тебя Или источник проблем? Они Они могут все Ну да Что я вообще Какой-то чушь спросил Просто Давай Давай еще Еще песенку Пожалуйста Про женщин? Ну Кстати да Давай про женщин Давай Вот время приходит влюбиться В попытках В попытках меняются лица Двигаясь по спирали Где снова все повторится Душа разделенная на два Стремится соединиться Но шепчет моя голова Что любовь эту снова не та Наконец, наша первая встреча Незаметно ведет меня сердце Мы понимаем все молча Твоя манит закрытая дверца Вот я за закрытой дверцей Кричу из-за соли и перца И со своей обидой Разбиваю тебе свое сердце Вот черничные ночи Ты ставишь в конце многоточек А я проклинаю те дни Когда мы не одни Жаль, но в моем раю Лишь и том золовье поют Что только на самом краю Любовь живет Вот появляется смысл Ты заботишься скромностью чисел Но мелкое непонимание Все отнимает внимание Я думал, что время невластно Но как оказалось напрасно И не радует больше То, что чувства становятся тоньше И прошлое, как видение Возвращается лишь на мгновение И в слезы вновь ускользает А любовь, она не умирает Жаль, но в моем раю Лишь и том золовье поют Что только на самом краю Любовь живет И жизнь подходит к концу Как войны подходят к крыльцу И вечность себе заберет Весь этот мой водоворот Я не оставлю ей шанса Грядущая, сделав прекрасным И молча закрыв свой рот Пусть смерть мимо пройдет В ту темную ночь Где ты идешь прочь А я тебя догоняю Ведь ценишь, когда теряешь В ту темную ночь Где я иду прочь А ты меня догоняешь И в слезах благословляешь Жаль, но в моем раю Лишь и том золовье поют Что только на самом краю Любовь живет Субтитры создавал DimaTorzok Лишь и том золовье поют Субтитры создавал DimaTorzok Любой план Это уже не творчество Глубоковато Нет, ну блин Ну какой план творческий Творческий план всегда один Как бы писать и все Ну писать, писать, писать Но есть какой-то Вот ты бы хотел А ты просто пишешь Или есть какой-то концептуальный Например, хочу Высказать какую-то мысль Длиной в альбом Вот такое может быть Да, нет Я сейчас объясню Дело в том, что Когда я слушаю назад Допустим, то, что я написал За год У меня все это Очень хорошо складывается Очень хорошо складывается В одну какую-то историю И, естественно, многие песни выпадают И те, что остаются Те, которые наиболее сильные Они как бы отлично складываются И вообще у меня почти во всех моих Альбомах, которые ты упомянул Вот, например, ВКонтакте У меня отсутствует какая-либо Последовательность песен Кроме хронологической Ну, кайф, кайф У нас просто Хотят тебя еще записать Просто Говорят, что может быть Вот такой вариант Альбома Лайвового Просто где ты Где ты Ты и фортепиано И голос И больше ничего У тебя, мне кажется Такие альбомы уже есть Восемь Сколько у тебя таких альбомов? Восемь? Десять альбомов таких? Скажи Ну, у меня всего-то альбомов 10 Ну, что немало, в принципе Что немало А ты представляешь себе Какой-то вот Что бы для тебя было Переходом на новый этап какой-то Вот ты можешь сформулировать? Готовится какой-то переход На новый этап у тебя В жизни, в музыке, в творчестве Вообще Да Какой? Хороший Конечно, вот я сейчас смотрю на картинку Которая у нас тут вот есть Вот И Ты, конечно Безумный чел вообще Напрочь отлетевший Вот так вот выглядишь здесь. Но, в общем, у тебя просто нет у тебя, в принципе, какого-то плана, какого-то момента, что ты такой, так, ну вот сейчас выпущу альбом, значит, нормально все за СММ сделаю нормальный, тут подпишусь и пойдет дело. Такого нету. Ты просто... Не, ну я как бы примерно представляю, как бы, ну, как бы, что стоит, и поэтому я просто, ну, я даже и не думаю, что какой-то СММ может к чему-то помочь. Почему ты не уверен в материале? Вообще, для тебя есть какое-то определение, не то, что определение, а вот ты размышлял когда-нибудь на тему, почему одни артисты становятся популярными, а другие нет? Ага, размышлял. Очень долго размышлял. Ну, такое, да, распространенное размышление. И пришел к какому-то выводу? Да, я пришел к какому-то выводу. Ну, я пришел к тому выводу, что в одних артистов вкладывается одна сумма денег, а у других другая. То есть ты определяешь все... Для тебя ты ответил на вопрос, что деньги определяют как бы популярность того или иного музыканта. Да. Ну, тут бы я с тобой поспорил, наверное, потому что мне кажется, сейчас живет эпоха, где... Ну, нас разделяет стеклянная стена. Спор был бы не физическим, стена бы нам не помешала. Ну, в общем... Сейчас, да, сейчас, наверное, что-то есть. Сейчас же какая-то новая вообще волна, ну, просто какая-то новая эпоха цифровая, когда человек может просто внезапно из ниоткуда бах... Да, сейчас действительно... Вирусность присутствует. Думал над таким? Что-то происходит, но дело в том, что вот эти чуваки, которые как бы держали там ТВ и радио, они как бы очень быстро стали скупать и вот этот вот интернет, и чтобы как бы пробиться сквозь эту вот всю толщу бесконечных каких-то... ну, я извиняюсь, Моргенштернов, там, я не знаю. It's a little bit... It's a little bit difficult. Ну, давай меньше разговоров, больше песен тогда. Да. Споём ещё. Потому что... Иemyชтернов Ajõи Альрер История Это История Кажется, туман сделал свое дело Мы стоим с тобой несмело Абсолютно гибкие ребра этих волн Расплескали Ты даришь мне желтый запах Листьев осенних Я смотрю на свет Далекий свет звезды Стали одинокие здесь Кажется, туман сделал свое дело Мы стоим с тобой несмело Абсолютно гибкие ребра этих волн Расплескали Грусти, голоса, но я беру твой след И иду к тебе Ты даришь крылья мне Крылья облака И небесный свет Кажется, туман сделал свое дело Мы стоим с тобой несмело Абсолютно гибкие ребра этих волн Расплескали Кажется, туман сделал свое дело Мы поем с тобой так смело Абсолютно гибкие ребра этих волн Расплескали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сколько за один, сколько за два Где здесь бензин, где здесь дрова Сколько за сон, сколько за ночь Хочется выбить эти двери прочь Надеюсь, ты жив где-то там Ветра твоим парусам Мне тоже хотелось взлететь Но, видимо, там Будет некому петь Сколько еще выпадет дней Выбежит щад ты неробей Помнишь шоссе и огни Мы не спешим, мы одни Я тоже живой где-то там Ветра твоим и моим парусам Мне тоже хотелось взлететь Но, видимо, там Будет некуда сесть Сколько за один, сколько за два Сколько за грамм, сколько за два Я не звезда Останови меня, держи меня Такая глупая, ненужная война Дистанция на ноль Тысячелетняя Дистанцию стереть Наверное, вечную В сигарете подпаленный фильтр Ты смотришь в мои глаза Такой красивый вечер Желтые листья Грустные у окна Я, наверное, убью тебя За то, что ты Это ты А я Это я Не отпускай меня Не вздумай прогонять И мне так грустно Все Я одному засыпаю Дистанция на ноль Тысячелетняя Дистанцию стереть Наверное, вечную В сигарете подпаленный фильтр Ты смотришь в мои глаза Такой красивый вечер Такую жизнь в тебя Грустные у окна Я, наверное, убью тебя За то, что ты Это ты А я Это я Грустные у окна Я, наверное, убью тебя За то, что ты Это ты А я Это я Грустные у окна Я, наверное, убью тебя За то, что ты Это ты А я Это я Грустные у окна Я, наверное, убью тебя За то, что ты Это ты А я Это я Грустные у окна Я, наверное, люблю тебя За то, что ты Это ты А я Я всего лишь я Гриша Чувствуя, видимо Приближение конца эфира Решил, как бы Не останавливаться И спел нам сразу Три своей песни Находчивый паренек Я хотел еще пару Вам повезло Ну, пока Пока, в общем, ты Играл нам Велено передать тебе Что ты Ты заставляешь девочек Плакать Так что Так и было Обещано в анонсе Да Так что Все ты сделал Все, что было обещано Я хочу сказать Что с нами был Гриша Ванюшкин Это эфир канала Чистота Эфир музыкального канала ITV Или как это называется IGTV Ну, в общем, короче говоря Это музыкальный канал С нами был Гриша Ванюшкин Он отчаянно сегодня Ворвался в наш эфир За что ему огромное спасибо Слушайте музыку Ищите, пожалуйста, Гришу Ванюшкину Оставайтесь с нами И спасибо Спасибо, друзья Браво Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok